друзья всем привет вы на канале хочешь быть счастливой выращивать цветы сегодня хочу вам рассказать о том как я подкармливаю свои петуни естественно подкормку я начинаю когда уже сажаю когда сажаю я грунт то ли семена или это черенки я опрыскиваю грунт или черенки hb101 это я вам уже показывала есть у меня видео про маленькие череночки и кормление у меня идет постоянно до самых заморозков пока не замерзнут мои петуни чем я подкармливаю когда я высаживаю на пмж смотрите как развивается петуни петуни просто шикарная сейчас ладошку приложу что было видно она на сегодня у нас 6 июня еще она плетет полностью вот так вот закроет горшок здесь она у меня сидит в 50 литровом баке строительном вот посмотрите в 10 литровых 9 литровых самый маленький у меня 9 литровый так у меня большие баки вот такая вот питунька развивается и так чем я подкармливаю уже на высадке на пмж естественно это мочевины для того чтобы она росла этом она фосфат кали для того чтобы она росла и я раз в месяц еще подкармливаю магнием бывает такое что люди говорят пожелтела и давай кормить ее железом что у нее хлороз знаете не всегда это говорит о том что это хлороз растением очень нужен магний и поэтому раз в месяц ну честно сказать я как вспомню так я подкормлю магнием у меня получается где-то пару раз в месяц и не только питунья подкармливаю так я подкармливаю все свои растения и посмотрите как она хорошо развивается еще хочу показать вам питунью которая сидит в грунте вот она у меня питунья сидит в грунте тоже для сравнения я вот так вот ладошку поставлю видите она намного меньше сейчас еще найду вот в грунте у меня сидит питунья еще меньше вот пожалуйста пожелтела это не хлороз это сто процентов не хлороз это или же не хватает ей магния подкормлю сегодня магнием в этом сезоне я еще пока не кормила вот посмотрите вообще в один стволик то есть питунья в грунте развивается намного хуже чем в кашпо почему это не из-за того что ей там плохо что и не хватает там питание нет питания хватает в самом грунте много питания и я ее подкармливаю кашника скажем поливом как в горшках просто она набирает корневую маку сначала корни набирает корни если у нас в кашпо она набрала корни то корни получается упираются в горшочек и начинает нарастать у нас вся вегетативная масса и начинается цветение в грунте по прошлому году и я сужу да у меня где-то в июле месяце они очень сильно разрослись были очень большие и ковром вот особенно рима у меня прошлом году в питоне было где-то два на она огромная она просто с собой все заполонила было очень красиво поэтому и в этом году я посадила в грунт и в грунте удобнее тем что не надо каждый день поливать особенно кто на даче у кого нет возможности быть каждый день дома вот у меня в этом году тоже нет возможности заниматься этим каждый день поэтому в кашпо я посадила где-то по одному по два растенец а ну я имею ввиду не в одно кашпо а в принципе если в прошлом году у меня было кашпо где-то порядком 50 кашпо в этом году конечно много намного меньше чем в прошлом году я посадила в грунт ну не успеваю я и сложно это очень очень она сильно наросла то есть где-то в июле месяце я уже буду делать обрезку я полностью полностью срежу всю вегетативную массу хорошенько подкормлю мочевины это уже будет столовая ложка на 10 литров воды где-то три дня подряд и она очень быстро нарастет у меня уже есть такая мочевитная петуния который я уже высадила сейчас вам покажу посмотрите вот это вот опера она у меня сидела в 10 литровом кашпо и у нее уже начали как бы мельчать листочки цветочки то они много их было листочки начали мельчать я ее высадила в грунт вот сюда вот возле дорожки и буквально на следующий день у нее стали хорошие зеленые опять листочки хотя они начали бледнеть то есть ей не хватало места опера она сама по себе очень огромная такая нарастает агро вот это вот не предел она до розы у меня дойдет здесь все закроет вот здесь также вот смотрите стоит римка тоже очень хорошо она нарастает здесь много воды у меня здесь прудик постоянно он переливается и чуть что я сюда плескаю воду вот поэтому опять же кормлю я мочевиной ну все до кормят мочевины это 1 чайная ложка на 10 литров воды монофосфат калия 1 чайная ложка на 10 литров воды магния где-то раз в месяц может два раза в месяц я подкормлю и в принципе на этом я не останавливаюсь вот есть у меня какое удобрение петуния она очень прожорливая любое удобрение я могу например сегодня мочевина завтра монофосфат калия послезавтра учет у меня там вертум есть немного всяких растений главное не перекормить вот по чайной ложечке так как я делаю это с каждым поливом я кормлю я кормлю вот посмотрите тоже римма какая хорошая большая тоже в грунте она растет мне кажется римма из петуни на мой взгляд на мой вкус она вообще самое благородное растение растет ничего не мешает она огромная красивые ветер ее не ломает цветочки у нее пускай помельче но они их много и их тоже ветер не ломает тут какой ветер не было вот и как они сидят вот такие вот так они сидят красавицы так что не бойтесь подкармливать свои петуни и запомнить что хлороз это не обязательно нехватка железа но и на этом наверное все что не рассказала спрашивайте в комментариях обязательно вам отвечу всем большое спасибо пока пока